Я думаю, что мы совершенно должны благодарить нашего Господа за то, что Господа нам сегодня билось. Я особенно был рад, когда приезжают такие маленькие церкви. С одной стороны, то, что мне кажется странным, а с другой стороны, я очень рад, что там бывает 3-4 человека, но не смотря ни на что, они продолжают ходить. Знаете, для меня это, ну, а вновь он говорит, потому что обычно люди любят, когда есть люди, когда есть люди, вот и они идут. Нет, и они не идут. А если уже у человека есть стремление, искреннее желание, и он идет, он будет идти в дом молитвы, там, где молятся, не зависит от того, сколько там будет людей, потому что он идет не к людям, а к Богу. Хотя вовсе это, конечно, мы хотим, чтобы церкви росли, умножались. Но бывают такие времена, когда это трудно, пошла ли какая, или что-то еще бывают, какие-то другие причины. Но бывает такое время, когда, кажется, нет движения. Я помню одно свидетельство этого из Бразилии, когда однажды Господь сказал одному из братьев определенное место, чтобы ехал, чтобы там он работал. И он поехал туда год, ничего нету, два, тоже ничего нету, три, тоже ничего нету. Ну, и вот такой сомнений, а чего я здесь? И вот такие вот, и сказал, Господь, вот какое твое дело? Я тебе сказал, Дед, ну да, работай. Есть, а нет, но ты работай, это твое дело. И после прошло время, и Господь сказал, ну вот теперь я вижу, что ты верен. И где-то за короткое время, до несколько лет, там очень большая церковь, там, да, что-нибудь туда. А вот было такое время, когда... Знаете, я к чему веду? Хочу нам исполнять волю Божьей. А что ты делаешь? А уже какой видим результат? Что получается? Как оно? Почему так или иначе? Для нас много есть непонятного. Но мы сегодня пробили этот псалом. Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Иногда кажется, что, ну, вроде бы, что-то просим, молимся, успеха не добиваемся, и приходят такие мысли, что все напрасно. Я вспоминаю, я знаю, что нет другого пути, чтобы дело Господне делать, это молитва, это самое-самое первое, что никогда не должно быть нами оставлено, несмотря на то, что иногда кажется, ну, безрезультатно, безрезультатно. Я вспоминаю свое время, я говорил мне один раз, пробовать на тему молитва пророка Ильи. Может, вы помните, в кассетах, может, ее слышали. Может, нет, я просто-просто напомню, что когда Илья совершил молитву, чтобы небо закрылось, да там, ну, не написано, насколько он молился, но, когда он уже стал молиться, чтобы открылось небо, то он, по-видимому, ну, по старому образцу думал, что будет. Помолился раз, и говорит, иди, смотри, может, там уже дождь есть, но за одну молитву небо закрылось, а чтобы оно открылось, и он не знал, когда откроется небо. Он первый раз помолился, и говорит, иди, посмотри, пошел, нету ничего. Вот, и он тогда понял, говорит, тогда будем до семи раз продолжать. Будем до семи раз продолжать. Второй раз помолился, помните, опять, иди, и, может, на второй раз уже будет что-нибудь, нету, говорит, ничего. И на третий, и на четвертый, и на шестой нету. И на шедьмой не было, только вот уже облако поднялось, там еще тоже, наверное, не было. Вот, а теперь вот уже молитва услышана, потому что раз поднялось облачко, теперь надо, бери, мысли, потому что дождь застанет. Вот как и не просто было небо открыть. Закрылось, я опять повторяю, а если раз помолился, значит, что так. Илья помолился, и небо не дало дождя. А чтобы оно открылось, и жертва была принесена, победа одержана. И Господь сказал, иди, я дам дождь на землю. Но чтобы он дал, надо было с чем раз молиться. Как если Бог сказал, дам дождь, то надо ждать просто, зачем молиться? Ждать надо, и все. А вот нет, вот это ждать так просто не пойдет. Он молился, вот он молился очень вещественно. Сел, голову положил между колен, чтобы ничего не видеть вообще-то. Чтобы только он и Господь, и посылал. А вот он бегал, без результата бегал. А вот, наконец, был последний раз, когда он принес результат. Уже облечко поднимается в лишнюю ладонь. Вот иди, ну что должен быть. Я не буду очень много говорить, но я просто скажу на некоторые ошибки, которые батю христиан, потому что ему нет успеха. И вот одна из ошибок, я уже ее назвал, мы сами себе нарисуем, что я должен подзаложить трехдневный, и даже так, уже и Бог ответит тогда. А потом три дня пропастились, пробую, еще ноль. И мы тогда говорим, не слышит Бог. А ведь Бог то не говорил, заложить трехдневный после тебя отпишет. А мы сами так решили. А он то не говорил так. Он просто говорил, молитесь, стучите и получите. Он не сказал сколько раз. Хотя у него он знает сколько раз, но мы об этом не спрашиваем и не знаем. Но я еще не знаю, с мальчиком, зачем-то, куда ответ не придет. Нам часто наши собственные рисунки, которые мы для себя рисуем, они нас избивают с толку. Вот мы решили, что вот он теперь уже точно будет. И молится, нет, не получает, и сами руки опускает. И потом, Господи, ты не слышишь, ты не знаешь, а я тебе не говорил, что услышу через такое число. Я не говорил, что ты сам решил так, то будет. А я-то не говорил тебе. Если бы я тебе сказал, да не сделал. Ты сам сказал, а теперь от меня требуешь, в смысле. Путь Господь нас был ословить, чтобы вы поняли, у нас другого пути просто нет. Ко мне часто приходят сразу, говорят, что делать? Я в общем отвечаю одно. Молитва с постом. И помню, когда я среди молодежи был, я никогда старше мне был, но в всех нас считался старше. Если что, то ко мне надо было идти. Ну и брат обычно, ты идти к брату Николаеву спрашиваю. А я знаю что, он скажет, надо молиться и поститься. Боже мой, я и не иду. Люди думают, что куда-нибудь пойдут, к другому там что-нибудь другое будет. Никто другого ничего не скажет. Может быть, будет указано на то, что жизнь не статус, может быть. Может быть. Ну и здесь ничего не повернешь без молитвы с постом. Это универсальный ключ. Это просьба к Богу. А если что-то мы получаем от Господа, то Писание говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, ибо всякий дар совершенный, и любое благое дырание исходит от Отца Швета, от Бога, у которого нет изменений, ничей не перемен. Все. Никуда больше не пойдешь. Но это не такой-то простой вопрос молитвы. Мне кажется, что все просто. А на самом деле это трудно молиться. Молиться очень трудно. Мы можем пропеть один раз тоже, это старое, что я повторяю. Можем попеть по два часа, по три часа рассуждать, помолиться, только не очень так. Ну попробуйте два часа помолиться без передов. Или три. Беседовать в собрании, попеть, тренироваться. Это можно. Ну то делают, люди побольше делают. А помолиться столько уже не очень-то. Поэтому пусть Господь надо было оставить. Но не делать таких ошибок, скорополитных заявлений. Нет пока что. Не приходят люди почему-то. Может даже кто-то ушел. Но для тех, кто уже здесь был, кто укусил, как благодать Господне принято за них, и надо молиться. Они уже знают. Но что-то вот мешает им преодолеть. Что-то мешает им переступить. Какой-то барьер, который мешает. Я читаю то, что мне сегодня хочется прочитать. Я назвал эту тему «Ошибки христиан». Вы их все знаете, но просто я их перечисляю здесь. «Сказал я в сердце моем, дай испытай этим вещением, еще раз, дай испытай этим вещением и насладись добром». Но и это суета. А щелеки сказал я глупость. А о вещении, что оно делает? Знаете, многие люди от этого как раз добиваются только. Вот это смысл их жизни сам. Дай испытай этим вещением и насладись добром. Мы часто слышим, почему у нас такая низкая мораль, почему сегодня так много преступлений. Это потому, что вы бедные. Так люди отвечают. Но это не в этом дело. Не в этом дело. Сегодня говорят, богатый с ума сходит, не знает, куда эти деньги делать. Бедный не знает, где ее взять, с ума сходят. А богатый не знает, куда деть, с ума сходят. Не в этом дело. Ихлищик говорит, что это просто ошибка. Я сегодня смотрю, много людей хотят радоваться. То нормально радоваться. Бог советует радоваться. Но они вообще-то не обращают внимания на источник радости. Лишь бы радоваться. Лишь бы посмеяться. Знаете, как дети часто радуются? Поверят, палец покажи и смеются. Смеются, а хочется до упада. А что это за радость? Это глупое слово мы говорим. Настоящая радость. Она приходит в Духе Святом. И вот Царство Божие, кто не пихче и питье, но сначала кто? Праведность. А потом что? Мир. А потом что в конце? Вот когда эти два есть, тогда и радость смешно в том Духе будет. А если первого Духа нет, то если и есть страх, то это не та радость. Это не та полноценная радость, которой можно радоваться и быть довольным. И вот Акция говорит, сказал я в сердце моем, да, испытать свое вещение и насладить добро. Но я тут суета. А Смеке сказал я глупость, а Веселье что мы делаем? Вздумала я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце моё руководилось мудростью, придержаться и глупости. Это первая христианская глупость. А что ты так стараешься? Стараться то стараешься, но совсем же и не отказываешься от всего. Вот мудрость такая. Мудрость и глупости надо придержаться еще. Вот как раз вот эта глупость, которой люди придерживаются, она часто им не мешает. И вот Писание говорит, и я сегодня читаю в этих ошибках, я не хотел, чтобы они были, чтобы они повторались. И в Послании к Римлянам вот тот текст, который я уже говорил на память, я его перечитаю, и вот Царствие Божие, Римлян 14.17. Не пищи Петер, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с чем служит Христу, тот угодит Богу и достоин одобрения от людей. А если ни с чем служит Богу? А если нет праведности поступков по Слову Божию? Праведность то поступки по Слову Божию. Праведность. И мир. Это не тот мир, который бантик заключает между собой. А это мир на основании Слово Божие. И вот кто с чем служит Богу, тот угодит Богу. Я сегодня говорил, что не все то, что мы делаем, Бог принимает. Это мы думаем, вот и делая как-то для него, он должен принимать, ничего подобного. У него есть, так сказать, свой взгляд на вещи. У него есть то, что любит, а то, что он не любит. А нам кажется, если мы любим, то и он должен любить. Это самая большая ошибка в семье. Когда жена любит что-то, и думает, что ему должен это любить. А иногда оказывается, что не совсем так. Она любит капусту, а он свеклу любит. И ты не заставишь любить. И тут уже надо спросить, что ты любишь. Это нормально. Очень часто бывает это недоразумение. Когда мы что-то там, что мы любим, то все должны любить. Я здесь не имею в виду Слово Божие. Слово Божие одинаковое для всех. Оно не требует, ты там любишь или не любишь. Вот так написано и делай. Это Слово Жизни. Но есть некоторые другие вопросы, которые Бог хочет, то мы у него спрашиваем. Господи, где я сегодня должен быть? В Феодорах или у Вацкевича? А это уже надо спросить. Вообще-то я могу быть там и там. Это уже область одна. И там надо, и там давно не был. И вообще, Дорога давно не был. И вроде бы с этой точки зрения, куда бы я ни поехал. Ну, везде должен быть. И тем не менее. И тем не менее, не все равно. Надо быть там, где надо. Я не раз помню. Бывают у Господи какие-то такие странные повеления. Я об этом недавно говорил. Вот почему я умру об этом? Это вот ошибки, которые мы можем делать. Что вот мы решили так, и Богу надо так. Я помню, когда-то, недавно я об этом рассказывал, в одной церкви, никак были вместе баптисты с пятидесятниками. А они обычно не дружат. Вот на почве духовных действий очень часто разномышленные бывают. Ну, и эти хотят так, а там так. И вы знаете, что никак не могли договориться. Церковь не совсем большая была, но не маленькая. У него очень сильные конфликты. Но и тот пастор, он не прав был. Он был не прав. Ну, и сколько раз они пытались к миру, причине ничего не получается, снять его не могли. Как только что-нибудь, одна половина назад, другая против, ничего и делать не могла. Я там бывал, в этой церкви, не один раз. Я в них спор и не умешивал все. Я просто проповедовал то, что Бог положил, и все. Я тогда вовсе не мог умешиваться, потому что и никем не был. Да и я не езжу, чтобы умешиваться. Я езжу проповедовать. Они меня понимали всегда. Вот однажды Господь говорит, мне едь туда, но тебе там слова не дадут. Ты посидишь на последней скамейке и поедешь домой. И я с тобой думаю, вот почему я тогда поеду туда? Ну, чувак, поеду туда. Я же мог поехать туда, где я знаю, где-нибудь проповедовать, где дадут слово. Нет, на сегодняшний день туда. Ну, как понять вот это все? Но Бог хотел, чтобы я там был. Правда, я пришел точно. Мне дали слова, я посидел на задней скамейке. Вот такая небольшая была, ну, как ваша, ну, может, чуть-чуть даже больше, там больше, чем-то, чем-то 40, наверное, было их. Что-то неделю не злой. Брата Владимира сняли. Как снять? А вообще возмутились и сказали, как это так? Брат Николай приехал, он никогда ничего не говорил, хоть и ты не дал. Это у тебя любовь какая-то. И вообще как один сняли, потому что я поехал, и посидел так. Вы меня поняли? Вы меня поняли? Что не всегда нам нравится то, что Бог нам предлагает, а Ему не нравится часто то, что мы делаем. Если бы на нас гулять кажется, мы правильно делаем. Вот по моему разуму, если бы это так, мне не Бог сказал, а люди, я бы поехал, а что туда поеду? Ехать за 150 километров почти, чтобы там посидеть, два часа назад приехать. Ну, по крайней мере, крайне неразумно. Но это было с моей точки зрения неразумно. А Бог видел, что таким путем, что там хорошая церковь уже давно, это было лет 30 назад, это было не вчерашнего дня дела, я рассказываю. Вот, ну, пожалуйста. Как все-таки надо быть внимательным к тому, что Бог делает? Ну, и, конечно, не придерживаться глупостей. Вот, решил руководствоваться мудростью, но придерживаться глупости. И одна из глупостей наших, которые мы можем делать, это не можем полностью довериться Богу. Мы идем за Господом и для себя оставляем шанс вернуться назад. Сегодня так часто наши эмигранты делают. И они, может быть, разумные. А одни, когда выезжают, все продают, от и до. Они сжигают все мосты. А другие туда едут, но тут оставляют дом не продать. И если что, у них все шанс назад вернуться. Я был в Сакраменто, был в Калифорнии, и там некоторые братья сказали так. «Как мы ошиблись, что сюда приехали?» Не все так говорят. Некоторые устроились, некоторые... Ну, говорят, хорошо, все, но... Я, говорят, вернусь назад. Ну, уже, говорят, стыдно. Это раз. А второе, говорит, я все там продам. Все надо начинать сначала. Тоже, говорят, привыкли здесь, да вот так и живем. Но если бы знали, что там будет, не поехали бы. Если у них немного, но возвращаются, некоторые они оставили. То это хорошо, как по-человечески. А вот когда человек обращается к Богу, и оставляет для себя нечто у мира, но всякий случай, что вернутся туда, это самая большая глупость, которую вы сделали. Уже если обрубил концы с миром, то обрубай до конца, чтобы туда не вернуться. Там ничего делать. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю. Может быть, я на деталях не остановлюсь, но в самом факте, на явлении, что такое бывает сейчас. И, как правило, такие люди, они не получают от Господа что надо. И разочаровываются, и уходят. Может быть, год назад беседовал с одним молодым человеком, которым отец, сын, несколько раз каялся, пьянство, и опять попадал туда. Мы с ним так сели, вот он приехал на экспорт, стали говорить с ним, где-то минут через 40 выявляться. Он мне заявляет. А что говорит? Я, говорит, иду в церковь, каюсь, но, говорит, я всегда держу на всякий случай, сейчас назад вернуться. А вдруг у меня здесь не поужда, будет хуже, чем было. Тогда я в мир могу вернуться. Я говорю, вот твоя проблема. Вот твоя проблема. И покуда ты твердо не решишь служить Богу, Бог тебе не будет освобождать. Зачем? Зачем? Ты расспрощаешься с пьянством, пойдешь в другой грим какой-нибудь делать в мир назад. Ты же не решишь, что твердо, что будешь служить Богу, что-то от него получить тогда хочешь. Он у меня понимает вот эту вещь. Что ты так хочешь? Ты хочешь быть здоровым, чтобы нагрешить больше? Богу не трудно дать здоровье, не трудно дать то, что мы просим. Если у нас есть твердость, то еще будем служить Богу. А если у нас это угрешение не сделано, вот эти нагрешения вот так люди ходят, снаружи вроде бы все нормально, а на самом деле одна такая здесь, а другая там. И Господь же это видит. Что ж ты тогда хочешь? Ты хочешь получить то, что ты хочешь и жить той старой жизнью, в которой ты жил раньше. Так же не получится. Потому что если решаешь, то решай. Пусть Господь благословит нас. Я бы хотел, чтобы мы это знали. Ну, я не буду говорить о суете, но есть много таких вещей, которые мы делаем, суета. И мы сразу не видим этого. Нам кажется, что-то очень надо. И только потом говорим, и зачем я это сделал? Это же пустую все. У вас было когда-нибудь такое? Вы что-то сделали, а потом вроде бы надо было, а потом глянули, а зачем это надо было? Оно же ничего не поменяло. Все осталось так, как было, и что? Хуже стало. Ну, зачем это надо было? А сюда были уложены средства, здоровье было уложено, нервы, как мы говорим, а оно? И Соломон говорит, «И между тем, как сердце моё руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы не делать под небом в немногие дни жизни своей. Вроде бы и неплохо. Вот в чем заводство? Вроде бы и неплохо. Ну, погляжу, что будет? Бог наперед знает, что будет. Он мог бы сказать, не делай. Но ты уже сделал. Ты уложил туда силы свои, потом обнажил, что вряд ли? А это что, года назад не вернешь? И время не вернешь. И сил не вернешь, и средства не вернешь, ничего не вернешь, но зато уже знаю, что плохо. А пользу с этого? Когда уже и по возрасту не будешь делать, и по других причинам не будешь делать, а время-то упущено. Оно ушло никуда, оно не надо совершенно. И он говорит, я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рожки, и насадил в них всякие плодовитые, дерева, сделал себе водоемы для рожения из них рожки, превращающих деревни, приобрел себе слух и служанок, домочарцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, ни у всех бывших проживания в Иерусалиме, собрал себе серебра и золотые драгоценности от царей и властей, завел у себя певцу и певит, и усложжение сыном человеческих разные музыкальные орудия, и ждал себя великим, богатым, больше всех бывших проживания в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мной, что бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял в сердце моем никакого веселья, потому что сердце мое радовалось в общих трудах моих, и это было долей от всех трудов моих, и это, мудростья на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился, я делаю им, и вот все суета, и там линия духа, и нет одни пользы под солнцем. Как бы там, 300 жил, не помню, то что и 700 наложили, буроу Соломона, то Соломон пишет, зачем они тебе, или несколько тысяч отслух, да к тебе на кормить десяток хватило бы, и к цару, ну золото, зачем оно к тебе, но ты отдал бы, половину бедных домов пошло, когда у тебя лежали. Вы понимаете, как вот люди неправильно пользуются, вот они стоят, смотрят на это все, оно же им не надо, то же самое родивилы, эти шемейные реликвии, ценности, они из года в год переходили, у них было такое правило, ну родивилов, вы знаете, вот у них же, это же магнаты польские, белорусские, там же их трудно перепутал еще, у них был такой закон, никто не имел права вот эти фамилии, драгоценности растражировать, проворотать могли и ложить, а чтоб куда-то пустить, нельзя, и сегодня где, правда, говорят, поселения были очень хорошие родивилы, они вот, из своих слуха, да, если где-то в слухе там корова пала, и что-то они со своих стадоц давали, если куда-то ехали, они оплачивали все расходы, и так далее, и так далее, то есть, к людям они были очень хорошие, в всяком случае, последний, который в 39-й год состав, люди не жаловали, что они, они за ними смотрели, а вот другая страна, вот это все, 12 апостолов, в натуральную величину исчислился, в 9-й, никто не знает, вообще, это настолько, наверное, белорусский фонд золотой не имеет, только сколько они, миллиардена, никто не знает, зачем это надо было, но такой, такой человек, характер, он, у ненасытимости, есть две дочери, знаете, какие, давай, 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 я часто вспоминаю, этот случай, американский миллиардер, Билл Гейнс, обоснователь этой компьютерной империи, у него где-то, не знаю, в прошлом году было 46 миллиардов долларов наличными, не говоря, потому что вложено, никто не знает, он говорит, зачем тебе это надо, 46 миллиардов лежит в банке, своим сыновьям он отписал по 1 миллион и сказал, все, аж тогда зарабатывайте сами, надо работать, ну, миллион тоже, наверное, немало, если бы нам достался миллион, то мы на каком доме сидели бы, но, но миллиарды остались, а зачем, а мне, интересно, сколько я заработаю, и, если интересно, сколько заработаю, на что, не остановится, если бы, вот я столько, столько заработаю, один брат мне говорил так, который наш, Беларусь, живет по Мерике, он говорил так, я вот, заработаю миллион долларов, там его немножко оставалось, и я, кончая весь бизнес, я буду служить Богу, вы думаете, он остановился, а то день 10 назад, да, и работает, работает, и миллион прошел дальше, и все работает, никогда не остановится человек, а миллион, а миллион, хватило ему, и прожить, и поработать, это ж, если в Америке, это миллион что-то значит, то для нас, хотя он не здесь живет, он в Америке живет, но говорит, а матери, я там 200-300 долларов, месяц перешлю, а что вы, пусть работает, пусть работает, ну вы знаете, ну наверное, мать можно было обеспечить и так, не 200-300, или, где нет, и вот писали эти, говорят, что-то вы думали, нам нечего думать, у нас по миллиону нет, у нас есть, ну, может, концы с концами, но слава Богу есть, но тем не менее, вот подумайте, даже в этом состоянии, сколько напасно пошло, что не надо, но тут же, конечно, каждый нас определяет, что ему надо, что не надо, это уже другой вопрос совершенно, и я глянулся, я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я делаю, и вот все суета, и тамление духа, и нет о них пользы под солнцем, и дальше читаю книгу Крещиаста, 12 глава, наверное, самый главный стик для нас, в нашей жизни, 12-14 стихей, а что смерть всего этого сына, мы того берегись, заставлять много книг конца не будет, и много читать, утомить вновь для тела, и так выслушиваться сущность всего, вот он перебирал, что важно, и в конце пришел вывод, а теперь выслушиваться сущность всего, бойся Бога, и запрети его соблюдая, потому что в этом все для человека, и очень важно подмешивать 14 стих, ибо всякое дело, Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо, вот и 16 лет, одно дело, что пользы нет никакой, а второе, и что Бог привез всякое дело на суд, и скажет, я тебе вот это давал, я тебе вот это куда-то, на что-то пустил, зачем тебе это надо было, для чего это ты делал, то, что пользы не получил, само собой, забыл про запад, «Боже, это одно, а потом же еще раз, Боже, всякое дело, это уже другое, и, наверное, не менее важное, чем то, что мы сегодня для себя делаем, потому что во многих случаях, и во многих сферах нашей жизни, наверное, будет справедливая пословица, она, правда, не сказано, она справедливая, что никто так не наградит себя, как сам, никто так себе не может наградить, как сам себе может наградить, поэтому путь Господь нас благословит, правом мире благословения Господне, у нас, слава Богу, есть на чем положить основания, Соломон тоже знал, у него отец был знаменитый Соломон, у него лежала книга закона, на столе его, или на престоле царства, а, тем никогда не решил проверить, да, и проверю, а потом говорит то, что Библия говорит, в конце концов, пришел к тому, что Библия говорит правильно, а теперь выслушаем сущность всего, боишься Бога, заповедь его соблюдать, потому что в этом все для человека, боишься Бога, соблюдая заповеди, Бог даст все необходимое для жизни, не боишься Бога, да, тоже будешь иметь, но, за этой работой, Бога потираешь, щилу потираешь, а почти кусок в рот не лезет, правда же, одно дело, когда ты здоровый, не сработанный, еле ноги, проволок домой, покушать, а другое дело, когда уже и руки не поднимаются, тогда уже кусок хлеба не лезет, он у тебя есть, но уже ты рад, чтобы пожевал больше, кто за тебя его, потому что уже сил нет пожевать, он есть, заработает, ну уже все, как сегодня пенсионеры, вырабатывается, уже вроде время отдыхать, а ему уже и печень болит, и сердце болит, и ноги болят, и руки болят, и все болит, уже больше на таблицах живет, чем на кустях лилах, потому что уже прошло время, все поддано, уже вроде пришло время, а, кажется, очень 20 лет назад, 30, вот, тогда было совсем по-другому, но тогда было другое время, а теперь другое, пусть Господь был оставительный, чтобы не унывали первое, чтобы мы всегда были верны Господу, когда действительно вокруг себя много людей верных Богу, там легче идти, а когда их единицы, и вообще никого рядом нету, он вообще труднее, труднее, гораздо труднее, я, допустим, не могу представить, я никогда не жил в неверующей семье, хотя у меня отец был неверующий, он был отступник, вообще-то не совсем неверующий, мама, но я не видел того, что сегодня вижу в семьях неверующих людей, я вообще не понимаю, как можно жить, когда рядом каждый день пьяный, каждый день ругаются, я вообще не представляю, я один раз заехал по дороге с одним братом, говорю, заедем там, тетя, я уже не помню, какая часть народства у них была, надо было что-то там по дороге, я жил тогда, умеешь лежать, давай, говорю, заедем туда, я заеду, ты подождешь, заехали туда, там сидит, пьяный сын, за столом, лык, не вяжешь что-то, это хоть как-то, а то растерутая, бегают, не поговорить, ничего, думаешь, ну как они живут, я вообще не могу, как там жить можно, что за цель этой жизни, какой смысл, ну вот живут вот так вот люди, ну я вообще не представляю, как, ну что это за жизнь такая, поэтому, коль Господь здесь это дал нам след, показал, что вот есть возможность, есть шанс что-то поменять, давайте будем использовать, когда Господь проявит милость, когда Господь делает свою работу, ну наверное трудно догадаться, но мы знаем все, что мы не делаем, Господь слышит, Он будет отвечать на эти моменты, Он будет совершать свою работу, Он будет преобразовать и наши сердца, и все, и наши, и поэтому мы склоним колени, за все поблагодарим Господа, и пусть Господь даст нам силу, вот этот курс направлений, которые мы взяли, выдержать до конца, исполнить волю Божию, избежать тех ошибок, которые люди делают, и в этом прославить имя Господне, в этом склоним колени, поболимся за все поблагодарить. И мы благодарим Тебя за щебет Твой, который Ты зажег в наших сердцах, и мы сегодня уже совсем по-другому смотрим на свое окружение, совсем другими глазами, и видим, Господи, в будущем, в которой строимся, видим, Господи, наши щебетки, и мы понимаем, каким и не заложен быть Господь, и от всего сердца. Хотим благодарить Тебя за то, что это время жизни на земле, в такой вот обстановке, Ты даешь щипу двигаться вперед, Ты даешь возможность приходить сюда, умолиться в Дом, и склонять свои колени, чтобы помолиться Тебе, что, может быть, забыть эти щебетные скандалы, забыть, Господи, на короткое время, эту духовную атмосферу, которая так умитает Божия, и мы, Господи, сегодня благодарим Тебя за то, что Ты открыл Твою истину, за то, что Ты, Господи, указал на причину, почему люди находятся в таких страшных жительских обстоятельствах, не потому, что бедные, не потому, что, Господи, бедные, не потому, что нет образования, потому что нет Тебя с людьми, Господи. И поэтому, Боже, мы сегодня не живем и не живем с богатством, мы не живем еще каким-то материальным благом, мы не хотим, Господь, не искусственной радости, которую имеют к яме, которые, Господи, забывают реальной жизни, но мы хотим радоваться в подбежье, Бог, по экстремным разумам, прекрасно понимаете трудности, преграды, которые приходят с первых дней, и мы благодарны Тебе за то, что в темноте Ты, Господи, можешь давать простор и в темноте, где, Господи, можешь создавать благоприятную обстановку, славу Тебе. И я прошу Тебя, чтобы Ты, смотри, был ослаблен в сестер, в которой, Господи, так мало бы, да и в средстве. И, может быть, Господи, есть и из того кто-то, кто сегодня не мог быть. Это, Господи, также по-человечески не устраивает никого из нас, но, с другой стороны, я хочу благодарить Тебя за то, что, Господи, бросодят годы, и их остаются столь уже, но они продолжают идти, чтобы молиться, Господи, чтобы когда-то было за Своим близким и родным, чтобы наконец наступило жизнь в этот момент, когда Ты разрушишь эти, Господи, кузы греха и беззакония, их домашних, близких, родных, мужей, сыновей, дочерей, матерей, Господь. И вообще они связаны этими узами греха, и Ты, Господи, дай ревность Твоему народу, чтобы руки не только, Господи, не опускались от того, что вроде бы нет успеха, но чтобы, Господи, было еще более горячая молитва, знаешь, сокращается время, его становится все меньше и меньше для покаяния, и однажды поставишь последнюю точку, когда последний язык войдет во спасение, Ты закроешь эту дверь. И нам так хочется, чтобы наши близкие родные успели, чтобы, Господи, Боже, кто-то из них даже был этим последним, но не хочется, чтобы кто-то оказался опоздавшим, Господь. И Ты знаешь это щеление, Ты знаешь, сколько здесь людей, которые, Господи, не имеют спасения, Ты знаешь, Господи, всю эту обстановку, духовную атмосферу, Боже, и Ты направил, Господи, людей, которые Ты хочешь спасти, в этот, Господи, наш малышленный дом, а нам, Господи, дай, способны и силу принять, и воспитать их, чтобы они не уходили от нас. Может быть, Господи, они уходят от недостатка, они от того, чтобы, Господи, дьявол крепко держит плену, а у нас не хватает сил побольше, чтобы разорвать этот плен, Господи, мы много чего не знаем, но мы сегодня умоляем лицо Твое, чтобы, Господи, так нам милость Твоя, чтобы Ты совершил свою работу. Ты знаешь, Господи, как сестры молятся о своих мужьях и о своих щебнях, Боже, и дай им убить эту радость, и они, Господи, знали мне Твои, и они Твою славу для них, дай им видеть, наконец, Господи, ответ на их молитвы, потому что, когда доходят ответа, тирается вера, и Ты, Господи, Аврааму шесть раз напоминал о том, что у Него родится Сырь, и хотя написано, что Он не из него веры, это только потому, что Ты многократно напоминал Ему о своих обетованиях, и Ты, Господи, оказался верен, но прошли десятилетия, покуда Ты исполнил Слово Твое, Господи, сегодня наша жизнь уже не исчерпывается, десятилетиями, она гораздо короче, чем была в Аврааме, Господи, но Ты дай Твое благословение и милость, Ты знаешь, стоны и слезы, отцов, матерей, братьев, сестер, за своих погибающих, родных и близких, этого Божьих благослови, и дай увидеть ответ на эти молитвы, благослови, Господи, это щеление, Ты знаешь, как их потревожить, Ты знаешь, Господи, как указать путь к спасению, Ты знаешь, эти другие учения, которые здесь существуют, с одной стороны, они к Тебе призывают, а с другой стороны, эти отклонения, но, Господи, и их благослови, Ты сам будешь не Твоим шведом, чтобы, Господи, церковь Твоя росла и умножала, и благослови, Господь, сегодня, особенно тем, которые так ревно сухой, которых не останавливают, это, Господи, скудность в чечне, благослови, и так ревно, и так благословение, помоги им заботиться о тех, которые раньше приходили, слагались под ножи ног Твоих, Господи, под ножи Голковского креста, свои бремена, игры, и мы сегодня опять возвратились назад, не смогли устоять, то мы сегодня молим Тебе, дай им это глубокое покаяние, дай им, Господи, самоотверженное отречение от греха, чтобы они, Господи, приходя сюда, не связывали себя чем-то с миром, не оставляли открытые двери, чтобы уйти назад, Господь, поэтому, милость Твоя, пусть будет проявлено, Господи, вибратор, как пастор, благослови его с чем-нибудь, ты знаешь, его вообще проблемы и трудности, и также дай ему, Ревна, чтобы у него руки не опускали, я, Господи, не знаю, как бы я себя вел, если бы была вот такая обстановка, отец, но, Господи, пусть Твое милосердие обновится для этой деревни, для этого членения, и пусть, Господи, рука Твоя, и будет рукой и злости, и благословения, ты знаешь их небо, что и болезни, ты знаешь все трудности, переживания, Господь, благослови, и, Господи, и Мое здоровье знаешь, также благослови, удали, Господь, все эти болезни Твои рукой, и пусть, Господи, Твой глубокий мир наполнит сердца наши, пусть Мое благословение будет действовать в дальнейшее время, и пусть Твоя Святая Любовь будет как знамя над всеми нами, чтобы мы не просто были по наружности христианами, но по исполнению Слова Твоего по тем глубоких чувствах, которые мы должны иметь в отношении друг к другу. Поэтому, Господь, дай нам Твое благословение, благослови наших детей, наши семьи, дай духу молитвы, дай твердость пути, и пусть Твоя Святая Любовь, которая наша дело с нами, свое дело, доведет ее до конца. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.